Сидят два сталкера в баре, выпили уже хорошенько и обсуждают всех вокруг. Самые ленивые — это военные. Сталкеров на самом кордоне грабят. Отобрал хабар и тут же через сто метров продал Сидоровичу. «Не, ты не прав. Самые ленивые — это торговцы. Я вот знаю одного, так он специально пораньше встает, чтобы подольше нихрена не делать». Один сталкер говорит другому. «А я с собой в поход всегда фотографию тещи беру. Зачем? Ну как же? Холод, грязище, аномалии, мутанты. А я гляжу на карточку и думаю, господи, хорошо-то как». Доктор слушает сталкера, пришедшего на прием, и приговаривает. «Хорошо, хорошо. Доктор, а что хорошего-то?» — спрашивает сталкер. «Хорошо, что не у меня». Трое сталкеров делятся советами. «Я себе куртку черную достал, так теперь бандиты меня за своего принимают и не трогают». «А я свой костюм покрасил так, что сдалека на армейский бронежилет смахивает». «А я надел старый рваный комбез, а на спине надпись «Я неудачник». Тронешь, и моя неудача передастся тебе. Так ближе, чем на 50 метров вообще никто не подходит». Пришел, значит, сталкер к доктору. Доктор осмотрел его и говорит «Вот это от усталости, это от нервного напряжения, а это от депрессии». «Спасибо, доктор, спасибо. А у вас, кроме водки, ничего нет?» — встречает сталкер своего старого друга. А тот помятый весь, фингал под глазом. «Петя, что я с тобой?» «Да блин, напали, побили, деньги отобрали. Ты их запомнил хоть?» «А чё её запоминать, жену-то?» Один сталкер у другого спрашивает. «А знаешь, какая машина самая сталкерская?» «Нет, отвечает тот, какая?» «Запорожец». «Почему?» «Да всё просто. Надёжная, как танк, и багажник спереди. За хабаром удобно присматривать. Пересеклись как-то возле кордона сталкер и вояка». «Сталкер-солдату. Куда чешешь?» «Ты чё, мужик, охренел? Это ж военная тайна. Эй, не горячись, ну не знал. А что несёшь-то такое тяжёлое, весь запрел?» «Да блин, запреешь тут. Патроны эти бронебойные на склад переть!» Заныкал сталкер на дереве хабар. Ну и как-то вечером решил проверить, как там что, всё ли в целости. И надо же, сидит кто-то там, шуршит, ноги босые свисают. И цап того, что на дереве сидит, крепко между ног. И строго так «Колись, сука, кто такой? Из какой группировки?» Тишина. «Ну, сталкер ещё сильнее нажал. Кто такой, спрашиваю?» А тот опять молчит. Ну, рассердился сталкер. Сдавил так, что прям по руке потекло. «Слышишь, скотина, я сейчас тебе вообще оторву всё! Отвечай, кто такой, быстро!» А сверху такой сиплый слабый голос. «Контролёр я!» «А какого молчал, сволочь?» «Так я же не мой!» В общем, зона, лес, поляна. На пороге старой сторожки сидит кровосос. Тихо кругом, погода дивная, в общем, полная идиллия. Тут из дома выбегает маленький кровососик и к папе тормошить его. «Пап, а, пап, а покажи сталкеров! Пап, ну покажи сталкеров!» Тот пошёл в сторожку, выходит на каждой руке по черепу. И начинает, как в кукольном театре. Левый череп так тонко. «Семёныч, слушай, как думаешь, тут кровососы есть?» Правый так басом. «Ну ты даёшь, Петруха! Какие тут нафиг кровососы!» Разговор на блокпосту на кордоне. «Товарищ прапорщик, а можно телевизор посмотреть?» «А что ж нельзя, боец?» «Можно, только уговор, чтобы не включать». Решили как-то учёные провести полевые испытания нового лекарства. Ну и наняли под это дело группу сталкеров. Проходит несколько дней, один сталкер приходит к профессору и говорит. «Слышите, а что вы мне, колёса заменили, да?» Тот очёчки поправил ему так осторожно. «А почему вы вдруг решили, что препарат был заменён?» А сталкер, «Так это, я когда раньше таблетки в лужу выкидывал, они тонули. А сейчас вдруг плавать начали. Привезли как-то одного из чинов в зону, показать что да как. Некоторые вещи его удивили, некоторые возмутили. А некоторые вещи у него украли». Продолжение следует...